Воложанин Алексей Евгеньевич Я очень рад, что у нас на портале есть адекватные производители сельскохозяйственной техники, которые пришли не просто заполонить форум своей рекламой, а которые пришли за фидбэком от фермеров. Это очень важно. Заходите на наш портал, обсуждайте актуальные сельскохозяйственные проблемы, участвуйте. Всем привет! Меня зовут Алексей. Мы занимаемся производством почвообрабатывающей техники. В частности, изготавливаем скоростные плуги серии ПС. В чем особенность этих плугов? Главное в том, что, используя наши орудия, вы сможете почти в два раза быстрее спахать свою землю, при этом еще и существенно сэкономив горючее. В отличие от аналогичных плугов, наши плуги созданы с учетом пожеланий фермеров. Они реально созданы для работы. Также мы производим чизельные плуги с различной шириной захвата. Ну и кроме того, мы выполняем индивидуальные заказы фермеров на изготовление сельскохозяйственной техники под конкретные задачи. У нас небольшое предприятие, но накопленный опыт позволяет нам выпускать орудия, которые пользуются большим спросом по всей России. Во главу угла мы прежде всего ставим качество изготовления нашей продукции, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Но сегодня у нас необычная отгрузка. Мы отправляем в Саратовскую область подарок в виде вот этого плуга прекрасного ПС-3 плюс-1. Почему подарок? Да потому что мы хотим, чтобы появилась добрая традиция. Я поясню, в чем суть. Вы все знаете, что в сети интернет существует прекрасный портал Фермеру, который предоставляет для общения и обмена опытом свою платформу. На портале Фермеру любой желающий может обратиться со своими вопросами и на все, что касается сельского хозяйства, здесь можно получить хороший ответ. В общении принимают участие как фермеры из разных регионов, так и производители различной сельхозтехники, которые успешно применяют полученные знания на своих орудиях. За себя скажу, что очень много идей, воплощенных в моих орудиях, я почерпнул именно на этом сайте. Пообщавшись с руководителем портала Фермеру, Воложанином Алексеем Евгеньевичем, возникла такая идея. А почему бы не отблагодарить тех людей, которые своим трудом, умением и жизненным опытом помогают нам, производителям сельхозтехники, делать орудия лучше. Так и возникла мысль отблагодарить автора темы плуги серии ПСК, ПБС, ПС, обсуждения, замечания, новаторские идеи Кудякова Алексея, подарив ему вот этот плуг. Думаю, меня поддержат и другие производители сельхозтехники, и эта традиция станет регулярной. Ведь на самом деле полученные идеи позволяют порой экономить существенную массу средств на доработку орудия. А отблагодарить тех людей, которые помогли избежать этих затрат, я думаю, дело благородное. Творить добро на Руси всегда было принято, поэтому думаю, что и эта традиция будет продолжена. Всем добра и здоровья, порталу фермеру, процветания и успехов. Всем пока. Встал как родной. Здравствуйте, я Кудяков Алексей Николаевич, благодарю Сергеенко. Я могу сказать, что с большой буквы ПС это не плуг скоростной, а плуг Сергеенко. И все буквы должны здесь быть заглавные. Вот здесь должны все заглавные буквы. Это плуг Сергеенко. И надо, чтобы все помнили создатели этого плуга. Ну что, ребят, с чего все началось? Началось все в 2008 году, когда мы взяли землю. И самая тяжелая обработка, энергоемкая, энергозатратная у нас получалась с Пашкой Зябе. Пахали, как обычно, все по ЛН. Искали альтернативу сюда. Что можно дешевле, как можно было меньше затрат. И получить больше рентабельности, соответственно. Раньше у нас была реклама во всем Саратове плуг ПБС. Это родоначальник всех этих плугов. К сожалению, который так вот не получил свое развитие. Остался в том же древнем веке, которым он и был. Пискав, порыскав в интернете, как говорится, информацию о нем, отзывы. Получил нулевую ноль. Было ноль вообще. Никто ничего не знал, никто ничего не слышал. И в ноябре 2011 года я создал на фермеру тему плуги ПСК. На данный момент и ПБС были. Тема просто существовала где-то около года. С ноября по декабрь. С ноября 2011 по декабрь 2012. Она была мертвая. Там было 12-15 сообщений всего нового всего. Людям было неинтересно, потому что был односторонний разговор. Разговор только потребителя. Не было производителя, поставщика этого плуга. И потом в декабре месяце появился Алексей. Плуги ПСКУ тогда он еще был. Он создал отдельную тему, типа рекламы, плуги ПСКУ. Переписав с ним, я сказал, что данная тема уже существует, уже более года, но нет ее развития. Он тогда сказал, окей, Алексей, все нормально. Перескочил на нашу тему. И тут-то понеслось. Когда появился человек, который реально их знал, реально их продавал, пошли фотографии, видео, у людей сразу пошли заинтересованные в этих плугах, начали задавать вопросы, получали корректные ответы. Ну и пошла продажа. Сам ЯПЛУГ первый свой ПСКУ приобрел. Пойдем покажем. Все, все начиналось, как говорится. Приобрел, вот троечка была у меня. Опять же, по совету Алексея, взял увеличенные стойки и увеличенные корпуса. Сюда можешь пока не смотреть. Была вот такая тема, как вон, наезжают запасники. Это был 2014 год. Тропахав, пальма. Тропахав год, на 80 гектар я заменил два комплекта лемехов. По деньгам это оказалось очень дорого. Я стал искать альтернативу в 15-м году. Альтернатива нашлась вот она. Пересверлив отверстие на лемеха ПЛН, я начал пахать. Но опять же вопрос. Плуг не шел в землю. Он не грыз ее, ни сухую, ни сырую. Я начал задумываться о чем? О том, что увеличить угол атаки. Эта информация вся есть на сайте. Я доподложил пруток 8 мм. Еще интересно, Алексей сразу ухватился за эту идею. Он ее на завод отвез. Она доступна любому потребителю этой идеи на сайте. Но и завод ее не воспринял так реально. Они насмехались на этом. И после 15-го года, Алексей и Алексей очень часто переписывались, общались. Родилась идея. Но она у него не поддержалась, я так понял, на заводе. И вот он изобрел свой плуг. Как его сказать, маленькую, но очень ответственную долю я в него внес, как говорится. Свою. Чему очень рад. Вот так вот. Ну а теперь что? Хочу пожелать Алексею процветания. Дай бог ему здоровья. Самое главное ему здоровья. Остальное все он сам заработает. На внешний вид, конечно, плуг бы... Ну я в шоке. Очень хороший плуг. Качественно сделано. Металл, конечно, несравнимо. Но сегодня будем пробовать. Не смотря на усталость после суток работы. Сегодня будем пробовать. Вечером. Все будет в интернете. Доступно. Показано. Будет сравнение два, как говорится, отца и сына. Это... И все люди увидят. Это... Так что покупайте плуги от Алексея. Плуги Сергеенко. Я еще раз повторяю. Он, хотя он и скромный, покраснел этот, но плуги Сергеенко. ПС это не плуг скоростной, а плуг Сергеенко. Ребята, запомните этого человека. Все. Большое спасибо. Всем здравствуйте. Вот, наконец-то, я испытываю свой плуг. Сейчас немножко похолодало. Днем проехал два круга. Блин, понравилось. Плуг ПС-3.1 Город Кропоткин. Подарок от фермеров. Трактор же тоже самый. Кто-то спросил, какой трактор. МТС-832.2 Плюс плуг. Ширина захвата данного агрегата два метра. Глубина спашки у нас не такая уж там сильно крутая. Вот. Ну, пускай будет. 22 сантиметра пускай будет. Вот. 22 сантиметра. Больше мы и не пашем. Для нас это устраивает. Земли здесь тяжелые. Местами солончак. Там вот видно в низинах. Потому что здесь рядом у нас сероводород, где купаются все люди. И от него получается земля тяжелая. Вот так. Плуг, в общем, нравится. Заделка стерни идеальная. Пашет вообще ровно. Ну, знаете, как ровно пашет? Горизонт. Горизонт. Идеально работает. Я хочу сказать смело, что эра плугов ПСКУ прошла. Начинается новая эра. Эра плугов ПС. Сделано все на 100, ведь, пацаны. Это вообще... Блин. Придраться даже к ней к чему. Я люблю придираться. К каждым мелочам. Но в данном агрегате, по крайней мере, мне не к чему придраться. Будем искать? К чему-нибудь придраться. Чтобы он совершенствовал. Блин, ну вот этот узел сделан. Вообще идеально. Расстояние до кабина как раз вот молоток. 25 сантиметров. Не бьет ничего при подъеме. Блин, просто супер. Номер можно... Номер теперь можно возвращать на свое место. И забыть об этом. Вот такие вот дела. Еще раз большое спасибо, Алексей. Дай бог тебе здоровья. Чтоб все, что ты задумал, у тебя, как говорится, сложилось. Субтитры сделал DimaTorzok